День Святой Троицы 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 И в это время, что 3000 человек, как пишет Иван Илья, обратились в христианство, стали христианами, этот день считается днем рождения церкви. Благодатный огонь, который не сходит на Пасху, тоже это Святой Дух? Трудный вопрос. Благодать Духа Святого, она сходит и сейчас на нас, если человек готовится, очищает душу и все. Благодатный огонь – это чудо Божие. Больше я, никто и сказал, свое мнение не имею, а мнение святых отцов я просто пока не прочитал, это будет мне как задание подготовиться, узнать. То есть Дух Святой пребывает везде. Важно ли то, готов ли человек встретиться с Ним? Святый Дух – это не Аполлима Купина, Святый Дух тоже в огненном был огне. Святой Дух мог в виде росы, на руно Гидеона сходил. И Святой Дух в виде голубя люди видели, и апостолы видели, ну, все же это Иоанн Креститель, на Иисуса Христа. Значит, на Иисуса Христа в виде голубя, потому что Иисус Христос чистый, Ему не надо очищения грехов, так вошел. Ну, а любовь к Богу – это что? Слушать Его и выполнять, стараться заповеди. Не просто «я люблю Бога», а подумать «выполняешь ты заповеди, чи нет?» «Господи, Господи!» – апостол Петров сказал «любишь ли ты меня три раза?» Вот если бы меня спросили каждый, каждый бы задумался, сказал «люблю», а потом «а выполняю я или нет?» Выполнять все надо, ну, хотя бы стараться выполнять. Когда Господь пообещал, что будет во все дни с апостолами, то же самое как бы своего рода и касается нас, современных, то есть Господь со всеми нами. И самая простая молитва «Господи, помилуй, Господи, помоги, Господь уже рядом, ближе не будет, как говорят». Не в количестве молитв, не в том оно даже. Самое, если оно от сердца идет от чистого, если оно по детской молитве, что «Господи, помоги, Господи, помилуй», то, конечно, Господь Бог в любое время у нас всегда помогает, особенно, что от искреннего сердца, от души. И если мы дома говорим тысячу раз «Господи, помилуй», то в храме, может, один раз надо сказать. Если дома ты там можешь много читать, и если, как говорится, рассеялся, что-то подумал, значит, молитва уже пропала. Здесь же в корабле, в Ноевом ковчеге, капитан Иисус Христос, апостолы тут тоже, священник читает, кто-то, может, чуть придремал, кто-то, может, задумался о жизненном пути, кто-то еще, что служба продолжается, то есть идет. И поэтому очень важно всем, тем, кто хочет, чтобы благодать Духа Святого ходила, чтобы она была, то есть посещать, причащаться, само собой, если не причащать, то литургию хотя бы подчащать каждое воскресенье. Поэтому, если три воскресенья пропустил мирянин, он уже, как бы, отсоединяется от Бога. Надо читать молитву, что Господи, соедини ее Святей Соборной Церкви, то есть при покаянии, когда исповедует. То есть особое место есть, там, где ковчег был, особое место, где купина была, особое место, алтарь, особое место церковь, то есть особое присутствие Бога, там оно всегда ощущается. Очень трудно для понятия троицы, что такое Бог единица и Бог в трех лицах, Бог отец, Бог сын, Бог дух. И когда блаженный Агустин размещал над этим, то ему, значит, что тут, видишь, он говорит, ребенок на берегу озера, океана или моря вырыл ямку и ложечкой носил воду туда. Вот так ты стараешься познать глубину того, то есть нельзя всю глубину познать. Но у троицы было, значит, как сказано, на небе трое, отец, сын и дух святый, и сие три суть едины. Это Иоанн Богослов в своем послании так говорил. Слово троица у нас не встречается в Писании, это уже у нас на соборе там было, ну, очень хорошее это слово. Поэтому отец – Бог, сын – Бог, дух святый – Бог. Отец рождает, отличается тем, что он рождает сына, а дух святый исходит от отца. И вот дается одно слово – исходит. Если у нас, почему католики ушли, оторвались от церкви, они нарушили символ веры сразу. Символ веры там сказано – иже от отца исходящего, восьмой номер там, и в Духа Святого Господа животворящего и от отца исходящего. Они добавили и от сына, то есть добавили филиокве, то есть от отца и сына исходящего. Иисус Христос – Сын, Искупитель, Спаситель мира, Дух Святой, Утешитель. Вот его время сейчас. Время у нас всегда и Отец, и Сын, и Дух Святый – они как единые. Значит, мы троицу детям и вообще рассказываем, как солнце. Солнце – это что? Тело, шар, там многие тонны, миллиарды тонкого, там все там говорится. Это тело. Второе. Исходят лучи света. Это как Сын рождается, свет просвещает. И Дух Святый – это как тепло, согревающий делает. Спиридон Тременфудский про троицу, как он говорил. Он взял кирпич, а ему говорят, куда ты идешь, ты же там, ну, там богословы, там такие, они все могут запутать. Он взял кирпич, прижал ее. Вот тут икона, кстати, есть у нас, прямо на улице такая маленькая. Огонь вышел, вода, и осталась часть. Видите? Троица. Огонь, вода. И тут вот, а кирпич был один. Богослужение на троицу очень красивое, необычайно красивое. Это и украшенный храм, украшенный зеленью, цветами. Это целый ковер. Но в то же самое время я знаю, что во время богослужения есть одна особенность. В храме выключают свет, люди стоят на коленях и держат свечи. Что происходит в этот момент? Для чего это? Когда у нас строится прохода уже литургия, святой дух, мы вынесли икону уже все, у нас что? Получается, что у нас заканчивается пасхальный период, во время которого мы на колени не становились, во время которого мы стихиру не пели. Теперь мы что? Вечером, сразу вечерня по традиции, я кажусь по уставу, начинается сразу после литургии. Никакого перерыва. И там есть три колена преклоненные молитвы. И священник стоит на колени, и все. Потом восстание. И к тени идут опять три раза. Там читаются молитвы, в том числе и в аде содержимых. То есть упокоение тоже. И о здравии, о наших членах церкви. Понятно, что мы только крещенных молимся, членов церкви. И крещенных мы молимся, тех умерших. Но какие умерли без покаяния, какие были там пререшения, все. То есть и в аде содержимых. На литургии самые важные моменты, и на утренние, не всегда включается свет, если это в храмах больших. Ну, обязательно. А если там вечерня, значит, выключается. На вечернюю может быть на вход включенный. Еще там. Поэтому выключается свет. Храм украшается, конечно, зеленью. В знак того, что кущи евреи, значит, свои шалаши делали. Красиво. В традиции всегда береза, дуб. Почему? С березы, как правило, и с дуба делают что? Веники. У них неповторимый запах из такого листья все. То есть обязательный запах. Ну, там и разные травы, разные. Все это кажут. Чебрец вот у нас. Мята там. Любысток. Пижма. Тысячелистник. Все это украшения. И поэтому родителям надо, если даже не смогли, допустим, прийти, ну, первый день, там людей много на Троицу. На следующий день Святого Духа. Целую неделю у нас же будет пока додание. То есть будет храм украшенный. Прийти с детьми, показать. Запах травки понюхать. Ну, в общем, у них останутся эти воспоминания. Посеется доброе слово. И придут они со временем тоже в храм. Ну, а вот про вот эту вот молитву. То есть, получается, в этот день молятся даже за всех, кто в аду. Но не за самоубийцей. И же в аде содержимое. Мы же не знаем, кто там, кто нет. Потому что как? Раньше, если человек без покаяния, без исповеди умер, его не хоронили на кладбище. Вырывали ров и туда складывали. Даже если это был, допустим, едет кто-то, ну, купец. Напали разбойники и убили. Причем купец, да? Разбойников, если их убили, то их даже на их хоронят в лесу и бросили. А это? А он без покаяния умер. То есть, как важно перед смертью, что? Покаяние. Батюшка, а вот в День Святой Троицы, что бы хотели пожелать всем, кто нас смотрит сегодня, всем нашим телезрителям? Всем я хотел бы пожелать, чтобы каждый понял, что очистить надо свою душу покаянием, тогда благодать Святого Духа. А грехи наши – это стена, которую мы складываем между Богом, ну, Бог-то в Троице, между Духом и Сыном, Отцом, все мы складываем, да? То есть, разрушить эту стену покаянием, и тогда благодать Духа Святого, что? Конечно, будет на нас в изобилии изливаться. Она изливается, но не всегда она может попасть. Поэтому всем желаю, что очистить душу, набраться благодати, как только стяжите. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok